Кожемухану не кончил. Это афиша, который был в Кожемухану. Это афиша, который был в Кожемухану. Выставку посетителям представила непосредственный потомок Кожемухана Мунаэтпасова Мируерт Ескермес. У Кожемухана Мунаэтпасова было четыре жены. Мируерт – праправнучка третьей супруги борца. Сегодня она работает в музее спорта в Туркестане, который носит имя Кожемухана Мунаэтпасова. Молодая девушка отмечает, представлять публике экспонаты для нее честь. В фонде нашего музея тоже не так много вещевых знаков, связанных с Кожемуханом Мунаэтпасовым. Тем не менее, мы привезли шесть разных предметов, в том числе рубашку Кожемухана, головной убор с брюками и несколько ценных выигрышей, свидетельствующих о том, что он использовал их в личном быту. Мируерт Ескермес привезла в дарок Мольнской области коврик с изображением Кожемухана, выполненного по специальному заказу. Факты о месте и годе рождения знаменитого борца расходятся, если в одном источнике указывается село Карауткель Акмольнской области, в другом – Отрарский край Южно-Казахстанской области. До сих пор точное место рождения не установлено. Тем не менее, жители двух регионов гордятся Кожемуханом Мунаэтпасовым как земляком. В Акмольнской области 12 улиц, одно село и областная детская юношеская школа Олимпийского резерва названы именем Кожемухан Мунаэтпасовым. Установлены в его честь два памятника. Один из них находится в Тинейранском районе, установлен в 2014 году президентом общественного фонда Кожемухан Нурман Айдарханум. Второй памятник установлен в 2019 году в рамках реализации программы «Рухань-Жагру» в городе Скидногорске. Немориальная доска в честь Павла находится в селе Кожемухан, Сильнерадского района, установлено в 1976 году. В этом году из местного бюджета выделены значительные средства на строительство спортзала в селе Кожемухан. В областных организациях спорта, культуры, образования проводится около 500 юбилейных мероприятий. Планируется установка барельефа на базе специализированной детско-юношеской школы областного олимпийского резерва номер 3 имени Кожемухана. Он представил казахское имя миру, имя борца, покорившего азиатский и европейский континент Америку и Африку, вошло в историю. Поэтому сегодняшнее мероприятие необходимо для передачи его наследия молодому поколению. Подвиг нашего деда, его прошлое, его самоотверженный труд и его гордость должны стать примером для современного подрастающего поколения. В регионе насчитывается около 2500 спортивных объектов. Ежегодно в области строится более 30 новых. Если в прошлом году было построено два физкультурно-оздоровительных комплекса, то в этом году завершится строительство еще трех аналогичных. Также планируется начать строительство многофункционального дворца спорта в Бурабайском районе, ФОКО в селе Косши Цельноградского района и Жаксынском районе. Мусульма Асхатова, Тлека Иржана, Заматбек Магомбетов, Берик Манаб, Кукчьях-Парад.